Ну и переходим ко второй части нашего сегодняшнего занятия, это тема контрастов. Контрасты это большой композиционный прием, который используется очень часто, и поэтому он выделен в отдельную тему. Когда образуются контрасты? Контрасты образуются, когда мы сравниваем объекты и находим между ними различия. Для чего, собственно, нужны контрасты? Контрасты нужны для сравнения, для выделения, для расстановки акцентов, для разделения фигур и для разделения фигуры и фона. Одним словом, контрасты это средство выразительности. Это отличает контрасты от просто различий. Различия могут быть в любой фотографии, но не обязательно, что они используются как композиционный прием. Контрасты условно можно поделить на две части. На изобразительные, это первая группа, а вторая смысловые и эмоциональные. В чем принципиальное различие? Изобразительные – это то, что мы видим непосредственно. Они нам говорят… Это контрасты, которые основаны на форме, цвете, тоне, светлоте, яркости, то есть положении, размере, толщине, текстурах, направлении, ощущении веса. Одним словом, это какие-то реальные физические свойства, которые мы видим в изображении. Смысловые и эмоциональные контрасты возникают в результате размышлений над фотографией. Что может быть признаками, контрастирующими признаками? Возраст, эмоциональное состояние людей, взрослый ребенок, злой, добрый, нефизические ощущения. Когда мы говорим об эмоциональных контрастах, то речь идет о контрасте эмоций. Ну, например, радостный, грустный, спокойный и нервный или беспокойный. Ну и так далее. Одним словом, понятно, что в одном случае идет речь о непосредственных физических свойствах, а в другом случае либо о смыслах, либо о эмоциях. Давайте посмотрим теперь примеры. Вот изобразительные контрасты. Сначала мы проиллюстрируем их картинками. Контраст большой и маленький, широкая и узкая, толстая и тонкая, высокая и низкая, спокойная и тревожная, гладкая и шероховатая. Гладкая и шероховатая – это контраст текстур. Прозрачные и непрозрачные – много-мало. Вы видите, что все контрасты характеризуются парой свойств, парой контрастирующих свойств – спокойная и тревожная, прозрачная и непрозрачная и так далее. Для того, чтобы объяснить, какой контраст мы видим, достаточно воспользоваться этой парой, достаточно двух слов, иногда четырех. Примеры фотографические. На этой фотографии изображена женщина на фоне вот такой какой-то геометричной фигуры. Линия фигуры, к которой она прислонилась, прямая. Сама же форма ее платья, форма ее фигуры достаточно элегантная. И две эти линии контрастируют. Мы как бы невольно сравниваем элегантную форму, изысканную, сложную и простую прямую. Здесь на фотографии Анрика Артия Брессона изображен маленький человек и его животное. Здесь противопоставлены большие объекты, высокие здания и маленькие объекты, живые. По сути дела, правильнее было бы говорить здесь не столько о контрасте, сколько о противопоставлении. Потому что все-таки контрастируют объекты, которые похожи. Но здесь фотография настолько абстрактна, что здесь мы можем просто говорить об объектах. Больших и маленьких. Большие объекты контрастируют с маленькими. Здесь известная фотография. Девушка провожает солдата в армию. Сэм Хут, автор этой фотографии. Ну и здесь использован контраст по высоте, по размерам. Простой контраст, прозрачный и непрозрачный. Это контраст изобразительный. Эти два контраста, они тоже были изобразительными. Здесь есть три объекта. И они могут быть поделены на группы по разным свойствам. Одно свойство это высота, маленькие и большие. А второе свойство смысловое. Собаки и люди. Ну и естественно, сначала мы делим, сначала мы улавливаем контраст изобразительный. Большое и маленькое. А потом обнаруживаем, что это деление не соответствует смысловому. И из-за этого эта фотография смотрится интересно. Противоречие между контрастами становится композиционным приемом. Это простая фотография. Здесь использован контраст текстур. Текстура с кружочками, текстура такой материи, текстура складок. Групповый портрет известных моделей. И естественно, одна из них контрастирует по цвету кожи. С одной стороны, это контраст чисто изобразительный. Потому что цвет кожи это по сути дела цвет, оттенок. Но с другой стороны, мы понимаем, что цвет кожи это также и происхождение, и национальность. И может быть, что-то еще иногда. Гладкое и шероховатое. Живое, неживое. Вот такие контрасты. Контраст направлений. Все дети стоят, и один мальчик висит на турнике. Контраст размеров. Задает масштаб. Мы, глядя на фигурки людей, понимаем, какой огромный мост. Тоже контраст направлений. Вертикально и горизонтально. Это геометричная, абстрактная фотография Майкла Кены. На этой фотографии использовано сразу несколько контрастов. И смысловые, и изобразительные. И все работают в одном и том же направлении. Как бы бьют в одну точку. Изобразительный контраст это светлое и темное. Слева светлое, справа темное. А с левой части находится человек, справа и животные. Но, естественно, они контрастируют. Человек кормит животных, животные едят. Разные выполняют функции. Разные заняты разными делами. На этой фотографии все просто. Здесь изобразительный контраст. Большое и маленькое. И человек и птица в прыжке. Поэтому мы их рассматриваем как нечто похожее друг на друга. В принципе, правильнее противопоставлять объекты, которые имеют, ну, как бы, общие свойства. На этой фотографии изображены полицейские и овцы. Ну, овцы, конечно же, ассоциируются у нас с обычными людьми. Ну, а полицейские со властью. Власть и подчиненные. Так можно характеризовать этот смысловой контраст. А изобразительный контраст более простой. Много и мало. Полицейский один, а овец много. Был такой момент, когда была сделана эта фотография. В Лондоне оказалось какое-то огромное количество овец. Я не знаю, откуда они взялись. Но было сделано в один день много-много фотографий, когда все заполнено животными. Живое и неживое контраст на этой фотографии. И это, конечно, смысловой контраст. Одетые и раздетые, темнокожие, светлокожие, прыгают, идут. Разные контрасты. Цветное, черно-белое. Контраст настроения. Это настроение, будем говорить так, семейное какое-то такое. А здесь, ну, просто соседки или подружки. На самом деле так одеваются баски, а так одеваются испанцы. Контраст размеров. Живое и неживое, маленькое и большое. Человек-толпа, много-мало. Эмоциональный контраст. Эти немножко улыбаются, но только немножко, а эти очень сильно смеются. Контраст по типу деятельности. Этой маме делают прическу, а это ожидает этого момента или просто ждет ее. Спиной, лицом. Контраст в направлении. Темнокожий, светлокожий. Большой, крупный, сильный. Поменьше, послабее. Одиночество и неодиночество. Здесь какая-то любовь развивается, а здесь грусть. Взаимодействуют с фотографом. Остальные не взаимодействуют с кем-то другим. Различия, как бы, занятий. Различия в виде деятельности. Реальность и мечты о реальности. Заявленная реальность и настоящая реальность. Фотография сделана во время большой депрессии. Люди стоят в очереди, а плакат говорит о том, что жизнь прекрасна. Опять противопоставление. Один человек и парочка. Одинокие и неодинокие. И, соответственно, рядом с ним сломанная скамейка. Целые скамейки в другой части изображения. Ну, и здесь много скамейчик. Так же, как и их. Не одна, две. А здесь одна скамейка. На этом изображении мы видим тоже несколько контрастов. Один сидит, другие стоят. Один двое босиком, один обут. Ну, и у двоих в руках находятся листочки бумаги. По-видимому, это журналисты. А у третьего в руках какая-то электронная пишущая машинка. Тоже несколько контрастов. Эта картинка висит, эти стоят. Здесь внизу портреты, здесь пейзаж. Внизу маленькие изображения, вверху большое. Фотографии Марка Рябу. Здесь противопоставляется война и мир. Конечно, это подстроено. Женщина стоит ближе к нам, чем эти солдаты. Ну, это противопоставление достаточно условное. Девочка-девушка. Такое эллигическое настроение и настроение заинтересованности. Девочка заинтересована работой фотографа. А девушка заинтересована фотографированием. Пожилой, молодой, энергичный, неподвижный.